Тимофей Меркулов Добрый день, уважаемые дамы и господа! О, время только включилось. Потому что я так долго сюда шел, что я думал, мне не хватит времени на выступление. Но нам дали определенный регламент, определенное время. И я всегда стараюсь быть максимально полезен в то время, которое мне выделила компания. Когда я сюда шел, я задумывался на одну вещь. Почему я здесь? Вы когда-нибудь задумывались, почему вы завтракаете именно той едой, которой вы позавтракали? Почему вы одели именно ту одежду, которую вы одели? Почему вы слушаете музыку того направления, которое вы слушаете? Почему кто-то живет богато, кто-то бедно? Кто определяет наше будущее? Кто формирует наше настоящее здесь и сейчас? Конечно же, это мы. Я вырос в маленьком городе, в многодетной семье. У меня четыре брата и одна сестра. Я всегда говорю с легкостью о том, что я вырос в неполной семье. У меня и мама, и папа были худые. Но на самом деле это не так весело. Понимаете, есть прекрасная штука такая, что не очень хорошо жить за чертой бедности. На самом деле это не так. Нужно, главное, правильно выбрать сторону. И тогда в детстве, читая журналы, смотря передачи по телевизору о путешествиях, о странах, о тех чудотворных местах, которые сотворила либо природа, либо человек, я всегда этому восторгался и хотел воочию это все посетить. И тогда я для себя принял главное решение в жизни, тогда еще в будущем, очень маленьким, что я не буду жить бедно, что мои дети не будут жить бедно. И потихоньку начал формировать свою жизнь сам. Так получилось, что после школы мне пришлось сразу же работать. Но помимо этого я занимался танцами и стал заниматься профессионально. Открыл свои школы, был большой успех в танцах. Тогда я помню, что я мечтал выступать на больших сценах, на главных площадках страны. Но профессиональная травма перевела меня полностью в бизнес. И бизнес он дал вроде бы мне то, чего я хотел. Это такую, ну, довольно успешную жизнь финансовую. Но не было времени, не было путешествий. Сейчас я здесь. Я директор этой компании. Вчера на репетиции я осознал одну важную вещь, что на самом деле моя мечта сбывается. Я выступаю на одной из лучших площадок страны. Единственное, только как в том анекдоте. Знаете, когда семейная пара празднует 30-летие совместной жизни, и к ним прилетает фея. Говорит, я вам исполню три желания. Ну, муж такой не думает, говорит, давай два билета в кругосветку. Ну, ладно, исполнено, два билета в кругосветку. Давай миллион долларов, миллион долларов. И муж такой сидит, подумал, говорит, знаешь, что бы я еще хотел? Я хотел бы себе жену на 30 лет моложе. Фея в шоке, жена в шоке. Ну, говорит, ну, ладно, и сделаю его на 30 лет старше. Понимаете, надо формировать четче свои мысли. Я, конечно, могу перед вами станцевать, но все-таки моя миссия сейчас здесь в другом. Также, когда я перешел из танца в бизнес, я понял со временем, что я тосковал не по самим танцам, я тосковал по обучению. Мне не хватало именно преподавания. Мне хватало того, что я делюсь опытом. Делюсь опытом с молодыми, маленькими, неважно, какими ребятами, и их успехом я радовался больше, чем своим. Сейчас происходит то же самое. Я радуюсь успехом своих ребят. Я радуюсь успехом своих партнеров. Я радуюсь успеху компании. Для меня великая честь быть полезным компанией и выступать перед вами. Самое интересное, что в прошлом году я посетил 11 стран. Я был за границей 17 раз. Вы думаете, легко быть директором? Вот мне лично стало тяжелее на 5 килограмм. С этими всякими пятизвездочными отелями, с этими ужинами, голоужинами, мне реально стало тяжелее на 5 килограмм. Я теперь думаю, как мне вернуть свою форму. И над этим надо работать. Понимаете, сейчас я только что прилетел, буквально вчера, с Пхукета, где я первый раз в жизни прожил месяц, отдохнул месяц. Первый раз в жизни я отдохнул месяц. Сейчас я выступаю перед вами. Сразу после конгресса мы с ребятами улетаем в Альпы покататься, кто на сноуборде, кто на лыжах. Оттуда я прилетаю поработать в Сибирь со своей структурой и улетаю на обучение на Кипр. И после этого улетаю в Сингапур. Я говорю, понимаете, я не то что перед вами хвастаюсь, как в том анекдоте. Привет, Ово, не могу говорить. Я лежу на море в пятизвездочном отеле. Так это ж ты мне позвонил. А в плане говорю о том, что сформировав свое будущее, тогда я его получаю. В той ипостаси, которую я хотел. Жизнь меня к этому подвела. И напоследок я бы хотел обратиться к новичкам. Те ребята, которые только пришли. Вам нужно следовать всего лишь нескольким правилам. Первое. Станьте профессионалом. Разберитесь максимально. Сомневаться это нормально. Но сомневаться до того момента, пока вы будете работать. Научитесь слушать клиентов. Не говорить, слушать. И третье, самое важное. Знаете про материализацию мыслей. Вот можете повешать себе блокад. Вот давайте проделаем маленький такой третинг. Закройте все, пожалуйста, глаза. Вместе со мной мы закрываем глаза, проецируем. Ну давайте представим шар, сферу такую фиолетового цвета. И на этой сфере мы начинаем формировать все наши мечты. Яхты, машины, путешествия и все, что мы желаем. И теперь раскачиваем ее влево, вправо, влево, вправо. Полностью, всеми фибрами души мы формируем свое стремление туда. А теперь откройте глаза и выкиньте эту чушь из головы. Чтобы всего этого добиться, нужно работать. Нужно пахать. Не по чуть-чуть. Нужно каждый день вдаривать по полной. Здесь ни один человек не выступает, который делает по чуть-чуть. Мы все выкладываемся по максимуму, чтобы потом этот максимум дать вам. Спасибо большое и всем успехов. Тимофей Меркулов. Спасибо. Global Star Club. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok